Ты можешь оказаться в унынии и разочаровании. Враг сначала говорит тебе, «Пригнись, не высовывайся». Это гораздо легче, так гораздо удобнее, и потом ты все упустил. В то же время слышишь ты это или нет, Бог говорит тебе, «Я держу тебя в своих руках, и я всегда с тобою. Я не покину тебя и не оставлю тебя. Никогда». Я знаю, что обычно нас учат не оглядываться. Ретроспектива — это способность увидеть происходящее по истечению времени. Она противоположна перспективе. Перспектива — это способность предусмотреть события. Уж в чем-в чем, но в ретроспективе мы все хороши. Да-да. Кто-то однажды сказал про своего друга, он может предугадывать события только после того, как они случаются. Я решил не оставаться в разочаровании. Надеюсь, и вы тоже. За годы изучения Писания, общения с Богом и людьми, я научился тому, что когда я совершаю ошибку, я должен немедленно обратиться к Богу, исповедоваться, покаяться, покрыть свой грех кровью Иисусом. Я заметил, что если я перестаю уделять время молитве, а молитва подразумевает слушать Бога, и когда я слышу Его, не послушаюсь, я всегда, не иногда, но всегда проигрываю. Абсолютно всегда. Ну, как я уже сказал, есть два пути. Как мы можем относиться к провалам? Можно убиваться из-за них, но есть и другой путь. Я верю, что есть лучший способ справиться с прошлыми неудачами. Я всем сердцем верю, что это не только лучший способ, но и библейский способ. Божий путь. Самый правильный и здоровый путь. Он описан во второй половине 36-го псалма. Давайте его, кстати, откроем. В прошлый раз мы разбирали первую половину этого псалма, и я обещал вам продолжить, что с удовольствием и делаю сегодня. В 36-м псалме мы видим пожилого, умудренного опытом царя Давида, дающего нам очень мудрый совет. Мы готовы слушать и внимать, на что Дух Святой вдохновил человека, который прошел в жизни столько различных обстоятельств, чтобы поделиться с нами своим опытом. И в прошлый раз я начал с первой части этого псалма, где Давид говорит, «Ничего не бойся». Во второй части этого псалма мудрый царь Давид продолжает. И говорит он следующее, «Учитесь у меня и моего опыта. Учитесь из моей ретроспективы. Учитесь на моих ошибках и боли. Учитесь на моих грехах и страданиях, которые пришли в последствии этих грехов. Учитесь на последствиях моего болезненного опыта и не повторяйте моих ошибок». «Я хочу научить вас тому, насколько бесполезны волнение и беспокойство, и оградить вас от вещей, которые не назидают вашу жизнь». На самом деле здесь Давид говорит больше. Он говорит, «Я имею преимущество долгой жизни, жизни, в которой было много боли, жизни, в которой были взлеты и падения, жизни, в которой было место великой славе Божией, но также и великому отчаянию». Во-первых, через ретроспективу я могу с уверенностью сказать, что Бог никогда, вы слышите, никогда не оставляет верных Ему. Посмотри стихи с 23 по 26. Во-вторых, через ретроспективу мы видим, что Бог автоматически благословляет верных Ему. Это стихи с 27 по 34. И третье, последнее, настоящее почтение Богу выражается в том, что ты и я доверяем Ему во всем и полностью. Мы читаем об этом стихах с 35 по 40. Давайте пробежимся по ним. Если вы записываете, я повторю, и вы сможете записаться. Я оборачиваюсь назад и понимаю. Теперь я знаю. Теперь, когда позади долгая жизнь, теперь я смотрю назад. Я теперь знаю, что Бог никогда, никогда не оставляет верных Ему. Давид замечает через годы, что Бог всегда верный. Он замечает верность Божию и видит, что Небесный Отец больше и выше Отца земного. И не только это. Взгляни на 23 стих. Господь утверждает шаги человека, когда его путь угоден Ему. То есть, по мере того, как человек шагает, он может упасть. Но когда человек падает в лужу и обрызгивает все вокруг, Бог не говорит, «Ну, давай, сам теперь вставай». Но Бог говорит, «Я никогда тебя не оставлю». Почему? Потому что написано, «Господь утверждает шаги человека». Это обетование Божие. Он обещает, что Небесный Отец никогда не выбросит своего сына или дочь из дома. Он никогда не выбросит своего сына или дочь из лодки. Почему? Потому что Небесный Отец заботится о тебе. Знаешь ты об этом или нет? Чувствуешь ты это или нет? Вопрос. Как это все работает в жизнях верующих сегодня? Как это работает в твоей, в его и в моей жизни? Я скажу тебе очевидную вещь, к которой я пришел, отвечая на этот вопрос. Ты помнишь момент, когда ты стал верующим? Когда ты встретил Христа, принял его спасение, осознал его прощение. Вдруг открылись твои духовные глаза, и ты узрел невероятную любовь Бога, который умер на кресте за тебя и пролил свою кровь за тебя. Вспомни, как ты был впечатлен, как тебя накрыло, как ты влюбился в Бога. Ты был готов ради Него на все. Ты боялся сделать что-то, что огорчит Его. И как ты не мог дождаться утра, чтобы рассказать всем о прощении грехов и радости от осознания этого прощения. Вспомни, как ты изучал Слово Божие, как ты копался в Нем, ты получал Слово на каждый день, как ты искал воли Божьи перед каждым своим шагом, и как ты молился перед тем, как принять малейшее решение, как ты искал Бога, и Бог направлял тебя. Духовный рост каждого из нас напоминает наш обычный рост. Когда ты становишься верующим человеком, на самом деле ты становишься духовным младенцем. Среди нас могут быть здесь духовные младенцы, это неплохо. Мы все проходим этапы. Вы помните, если вам приходилось наблюдать за младенцами, как они впечатляются, как они любят внимание родителей, «Посмотри на меня, мама и папа!» Какое наслаждение они испытывают от присутствия родителей, от их одобрения. К малышам особенное отношение. В духовной реальности то же самое. Бог отвечает малышам не так, как зрелым христианам. О, за детством наступает подростковый возраст. Что происходит с тобой в этом возрасте? Ты думаешь, что знаешь все. Ты все знаешь о христианстве, ты знаешь, какие решения нужно принимать, ты молишься и даешь Богу 24 часа на ответ. Он не отвечает так же, как отвечает малышам. Теперь я не знаю. Я долго об этом думал. Как и Давид, я оборачивался на свою жизнь и задавался вопросом, почему Бог не отвечает зрелым христианам так же, как младенцам во Христе. Я пришел к разным вариантам. Может быть, Он хочет научить нас ждать, быть может, Он хочет научить нас терпению, может быть, Он желает научить нас доверять Ему. Я не знаю, я просто верю, что есть какая-то причина. Ты можешь оказаться в унынии и разочаровании. И в такие моменты приходит огромное искушение от дьявола, от врага твоей души. Огромное искушение. Враг сначала говорит тебе, «Пригнись и не высовывайся. Это гораздо легче. Так гораздо удобнее». А потом, «Ты все упустил. У тебя уже никогда не будет таких отношений с Богом, как раньше». И Его ничтожный голос возвращается вновь и вновь, говоря, «Твое покаяние не вернет прежних отношений». Бог не будет снова использовать тебя, ты уже не сможешь быть примером. Ты все испортил. В то же время, слышишь ты это или нет, Бог говорит тебе, «Я держу тебя в своих руках и всегда с тобою. Я защищаю тебя и никогда не оставлю тебя. Я хочу укрепить тебя. Я хочу научить тебя. Хочу дать тебе важные уроки жизни. Ты мой. Ничто и никто не может этого изменить. Ты всегда будешь моим. Просто покайся. Ищи моего прощения, и я тебе его дам». Этот мудрый старец Давид говорит, «Шаги Божьей женщины и Божьего мужчины утверждаются Богом. Даже если он падает или она падает, он тебя никогда не изгонит». Бог не только всегда верен верным ему, но он верен их наследию, то есть последующим поколениям. Об этом говорится в Библии. Вы помните вдову мужа Божьего, которая пришла к пророку Елисею? Это четвертая книга царств, четвертая глава. Прошу вас, прочитайте это местописание дома. Многие люди кое-что пропускают. Они помнят про чудеса, которые Елисей творил, и многое другое, и это все чудесно. Но есть там одно предложение. Когда эта вдова приходит к пророку Елисею, она начинает с фразы, «Ты знаешь, что мой муж был верным мужем Божиим». Вот он ключ. Ты знаешь, Елисей, что мой муж был верным человеком, но сейчас я вдова. Я по уши в долгах. Коллекторы стучат в мои двери, угрожают забрать моих мальчиков в тюрьму для должников и сделать их рабами. И вы знаете, что Господь сделал для нее? Елисей спросил, что было у нее в доме. Бог всегда спрашивает тебя, что есть у тебя в доме, что есть в твоей жизни, что у тебя имеется. В итоге Бог дал ей целую фабрику по производству масла, целую фабрику из капли масла. И она отдала все свои долги и жила на это до конца своей жизни и ее сыновья также с нею. Бог верен не только тем, кто верен ему, но и их наследникам возлюбленные. Если вы никогда ничем не рискнете поверив на абсолютном доверии Божьим обетованием до того, как увидите ожидаемое, вы пропустите невероятные благословения в жизни. Такие благословения, которые нельзя объяснить словами. Когда я читаю о том, что менее 3% людей приносят десятину Богу, мне хочется плакать. Боже мой, что это за вера такая? И мы молимся за пробуждение, мы просим Бога благословить Америку, молимся за то, за это, но его народ не верен при этом ему. На случай, если тебе вдруг стало стыдно, я уже был поставлен на служение и не был верен в десятине. Богу пришлось преподать мне очень, очень важный урок, но это долгая история. Помню, в 79-м году мы жили в Атланте. На то время мой доход соответствовал или совсем немного превышал прожиточные минимумы. После того, как Бог научил меня обращаться с Его деньгами, они все его, они мне не принадлежат, мы начали отдавать десятину. Я помню милую женщину, которая любезно помогала нам с выплатами. Она взглянула на меня и сказала, «Как ты можешь отдавать десятину? У тебя трое детей, у них впереди будущее, им нужно получать образование и так далее». Я помню, как я посмотрел на нее и ответил, «Просто ты никогда не видела, как Бог может растянуть доллар вокруг всего дома». Кто-то из вас, возможно, сидит здесь или смотрит нас где-то в другой стране и говорит, «Майкл, честно говоря, я не ощущаю благословений сегодня». Я это понимаю, правда, были времена, когда я не ощущал благословений, но оборачиваясь назад, я понимаю, что это были самые благословенные времена. Давид знал, как легко поддаться искушению и неправильно истолковать Божий благословения. Давид знал, что все мы, все без исключения, включая вашего пастора, склонны впадать в искушение полагать, что мы знаем, что для нас хорошо. Давид знал, что каждый из нас, включая вашего пастора, уязвим в том, чтобы думать, что мы знаем лучше Бога, что нам действительно нужно. Давайте взглянем на 27 стих. Удаляйся от зла и делай добро. О каком зле идет речь? Зло — это ошибочно обвинять Бога в том, что Он тебя не любит. Это ошибочно обвинять Бога, когда Он не дает тебе, что ты хочешь, в том, что Ему нет дела до тебя. Зло — это ожесточить свое сердце по отношению к Богу, потому что ты не получаешь того, что ты хотел. Зло — это озлобиться на Бога. Зло — это охладеть к Богу. Я помню однажды, очень давно, одна женщина подошла ко мне и сказала, «Помолитесь за меня. Моя любовь к Богу охладела». Я даже не слышал о таком до нее. Но потом я понял, что это. Удаляйся от этого. Удаляйся сейчас. Удаляйся сегодня. Прямо сейчас, пока слышишь Слово Божие. Почему? 28 стих. Господь верных ему не оставит, потому что он пообещал своим верным благодать, потому что Бог обещал быть верным тем, кто верен ему, и что они унаследуют землю. В разных переводах земля звучит по-разному, но Новый Завет говорит нам о новой земле и новом небе. В ретроспективе Давид говорит, первое, Бог никогда не оставляет верных ему. Второе, Бог всегда благословляет верных ему. Третье, мы почитаем Бога тем, что мы доверяем ему. Я постоянно слышу, как люди говорят, я хочу почтить Бога, я хочу почтить Бога. послушайте, самое великое почтение, которое вы можете оказать Богу, выражается в полном доверии. Доверии Его временам. Доверии Его планам. Пожалуйста, скажите это вместе со мной. Доверие Его временам. Это непросто. даже если Он допускает необъяснимые события, прояви терпение и доверяй Богу, что Он действует в твоих интересах. Даже когда ты видишь, как нечестие процветает, а зло умножается, даже когда ты видишь, что глупость разрастается, а аморальность выходит за пределы разумного, даже когда ты видишь, что лукавые люди становятся знаменитыми, даже когда ты видишь нечестивцев во всех заголовках, даже когда ты видишь коррупцию и жадность, даже если так, ты доверяй Ему, доверяй, не поддавайся искушению, потому что это еще не последнее слово. Далеко не последнее слово. Последнее слово, оно за Богом. 37 и 38 стих. Будучность верных есть мир, независящий от обстоятельств. 38 стих. Беззаконники все истребятся, как цветочки, красивые снаружи. Не суди по наружности. Далее 39 стих. От Господа спасение праведникам. Это означает, дорогие мои, что это навсегда. Это навсегда. Никогда не забывай. Бог не записывает твое имя в книгу жизни карандашом, не достает ластик, когда ты ошибаешься, и не стирает его. Каешься, записывает обратно. Нет! Он сказал, твое имя записано в книгу жизни кровью Иисуса Христа, и никто не может стереть его. Бог не спасает тебя в один день, забывает в другой, бросает в третий. Бог сила твоя во времена трудностей. Взгляни на 40 стих, и поможет Господь избавит их. Почему? Потому что они доверяют ему. Библия говорит, много скорбей у праведного, но Господь избавит его от всех возлюбленные. Неизменное упование на Бога неоспоримо оправдает себя. Это может занять немного больше времени, чем ты думаешь, но это случится. Упование на Бога воздает ему честь. Бог сказал, что он почтит тех, кто почитает его самого. провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. истинга пояснился в того, что это